Песок 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 И третий, и пятый Такой же, как и в этом году Все как будто одно и то же Одна та же традиция И те же самые ингредиенты Каждый год одно и то же Вы скажете, и шо? Знаете, это будет завтра А сегодня я хочу, чтобы мы начали Со 102-го псалма С 1 по 6 стих Там 5, я зачитаю там, да? Очень слова, которые вдохновляют нас Благослови душа моя Кого? Папу с мамой, спасибо большое Я стал взрослым Благослови душа моя, Господа И вся внутренность моя Святое имя Твое Не просто спасибо Пошли дальше Благослови душа моя, Господа И не забывай Всех благодеяний Его Он прощает Все беззакония Твои Исцеляет все недуги Твои Избавляет от могилы Жизнь Твою Венчает Тебя милостью И щедротами Насыщает Благами желания Твое Обновляется подобно орлу Юность Твоя Украинская мова Это тоже так Гарно Гарно Не так и звучит А лишь Спивучую мову Да Благослови душа моя, Господа И вся Истота моя Истота Не такое творение Значит, то, что внутри сотворено Всякая мелочь Твоего бытия Благослови душа моя, Господа И не забывай Всех добрый Нагород Бог благословляет нас Я не буду все читать Но зачитаю последний стих Который я хочу Чтобы вы услышали Господь Выявляя милость И суд усим Скрывженным Всем обид Кого обидели Бог Дает суд То есть правильный суд Правду И милость Этот псалом Призывает нас Прославить Бога За абсолютно Все в нашей жизни И слово абсолютно означает Все кроме Абсолютно что означает? Все кроме Не имеется все кроме Которому живет рядышком Абсолютно все И мы должны Просто подумать О нашем времени Котором мы живем Которого Вообще В это время Сложностей Мы не всегда Хотим За все поблагодарить Бога Вчера Ракета Которая летела Там просто все Гудело Там все начали Разбегаться Хмельницко В разные стороны Как бы все Все там Грохотало И после всего Знаете что люди сказали? Слава Богу Пронесло Никто не кричал Слава Богу За ракету Слава Богу Пронесло Значит за все Благодарите Ибо такова Так же Не только Украине Но и Израилю В современном Христианском мире Происходит Особенная Тенденция Нового поколения Новые люди Которые Приходят К Богу Которые Знаете В этом Секулярном Мире Которые В либеральном Мире Вырастают В школах В образовательных Системах В университетах Их подход К Религиозной Обрядности Приобретает Свою Какой-то Свой оттенок Своё Я Мы не похожи На все остальных Верующих Мы должны быть Другими Мы по-другому Одеваемся По-другому Разговариваем И да Как бы У нас Молодежь Начинает Использовать Словечки Даже Во время Собраний Или Служений Такие Которые Мы бы Никогда Не использовали У нас Была Как раз Переводчик Неля В Хмельницком И когда Джон Говорил Одно слово Говорит Я чувствовал Себя Как бы Типа Слово Дам Это По-современному Молодежному Это тупым Она говорит Я чувствовал себя Очень Грустным Большая разница Правда Мы-то Не способны Сказать эти слова А молодежь Нормально Это часть Уже Начинается Культуры И вот Для меня Очень интересно Что тенденция Молодежи Относительно Хлебопреломления Которое Проходит В церквях Становится Очень Уникально Такой Странной Некоторые Которые Ходят В разные Церкви То ли это Православная То ли это Католическая Партистанская Церковь У них Сегодня Понятие Хлебопреломления Как некая Традиция Которая Исчерпала Своё Понимание Свою Свою Нужность Особенно Традиция Которая связана Вообще-то С Песохом То, что происходит В церквях Общинах Которых Христианских Непосредственно Связано с тем Что мы Сегодня С вами Переживаем На этой неделе Особенно Будем проходить Завтра В сущности Новопоколение Верующих Людей Относится К Песоху К символически Традиционным Вещам Которых Нужно Просто Упростить Или же Даже Вычеркнуть Из Традиционного Христианского Служения В разговоре С людьми Консервативного Учения В церкви А у меня Это бывает Очень часто Потому что И обучение В семинарии И в других Местах Где я преподаю Или же Проповедую Многие люди Которые прошли Уже даже Теологические школы Меня Пытаются Убедить В том Чтобы Необходимо Для церкви Четкое Понимание Или утверждение Особенного дня И как бы Некоторого Отделенного дня Которого Называется Хлебопреломление Сегодня Как раз У нас такой день У нас сегодня Будет Хлебопреломление Несмотря на то Что у нас Еще и Песох Но Меня Я спрашиваю Что сделать Чтобы Это Не Искоренялось В Обществе Во всем мире Вы Скажите Мы Может быть В Украине Это Не Не видим Чтобы так было Очень явно Но На самом деле Мы много Ошибаемся Мы Много Не видим Не знаем Что молодежь Переживает Или новое поколение Я вообще Предлагал Этим людям Сделать Одну простую Вещь Вести Понятие Пасхальное Огадали Пасхальный Седр Простой Возьмите Позицию Пасхального Седра Вы скажете Почему Потому что Именно Пасхальный Седр Является Отделенным Событием В истории Израиля Пасхальный Седр Отделенное Событие В истории Израиля Которую Бог говорит Это Вы Должны Делать Каждый Год И учить Своих Детей Которые На самом деле Могут Позвать А что это Надо Ты говоришь Йося Надо Зачем А надо Мы Каждый Седр Говорим Не Моня В штанах Моня Штан А Почему Эта Ночь Отличается От всех Других Ночей Почему Конечно Всегда Делать Это Мое Воспоминание Поэтому Последней Вечери Микеланджело Не существовало Вы Вы Понимаете Да Чем Говорю Мы Как Верующие Люди Особенно Те Кто Имеет Еврейские Корни Мы Делаем Бармитсу Или Батмитсу Нашим Детям Как событие Некоторых Особенного Значения Кто Понимает О чем Говорим Что есть Бармитсу Батмитсу Это Некоторое Отделение Да И Это Напоминание О Выкупе Первенцев Который Непосредственно Связан С Избавлением Из Египта Это Особенное Время Потому что Те Первенцы Которые В Египте Умерли Потому что Не было На них Крови Родители Не послушались Не помазали Косяки Дверей И Дети Первенцы Они Умерли Поэтому Бог говорит Все Первенцы Мы И Это Слово Которое Мы Используем Подъем Не подъем А подъем Да Это Некий Выкуп Но Также Еще Слово Есть Которое Называется Гаула Что Значит Избавление Мы Когда Мы Выкупаем Своих Детей То есть Мы Делаем Бармитсу Батмитсу Да Там Конечно Девочек Не выкупают Но Извините У нас Немножко Другая Традиция Мы Хотим Всех Почтить И Мы Перед Богом Говорим Это Твои Дети Ты Выкупил То есть Мы Пытаемся Выкупить Перед Богом Кто-то Дает Финансы Кто-то Еще Делает Праздник Но Смотрите Подъем Это Выкуп А Гаула Избавление Мы Мы Были Выкуплены Из Равства Но Совершаем Свое Избавление Пока Мы Не Придем В Обитованную Землю Как Мы Сегодня Пели Для Многих Из нас Обитованная Земля Это Небеса Которые Бог Обещает Он Грешник Который Умирает На Голгосском Кресте Вместе С Ним Сегодня Ты Будешь Со Мною В раю То Обещание Которое Делать И Фактически Мы С Вами Во время Песоха Когда мы Празднуем Или же Мы Говорим Преломление Мы Выкуп Выкуплены Из Рабства Но Совершаем Своё Избавление Пока Мы Не Придем В Царство Это Путь Дерых В Откровении Иоанна 21 Глава 4 стих И Отрет Бог Всякую Слезу И Сочей И Смерти Не Будет Уже Ни Плача Ни Вопля Ни Болезни Не Будет Уже Ибо Прежнее Прошло Вот Это Туда Куда Мы Идем Где Будет Утешение Где Мы Приобретем Покой Обитованная Земля Обещание Войди Там Будешь Безопасности Эту Проповедь Я Немножко Модифицировал Давно Давно Я Уже Говорил Эту Тему Но Хочу Чтобы Вы Поняли Что Добавить Новое Потому Что Сам Кифа Или Петр Говорит Второе Послание Первая Глава 12 стих Для того Я Никогда Не Перестану Напоминать Вам О Все Хотя Вы То И Знаете И Утверждены В Настоящей Истине Мы Песок Делаем Каждый Год Потому Что Мы Даже Знаем Что Будет Знаем Зачем Что Идет Но Мы Повторяем Для Того Чтобы Помнить Мы Были Избавлены Какой Сильный Обет Каким Сильным Обетованием Бог Нас Вывел Из Рабства Избавление Слово Очень Интересно Избавление Такое Слово Синоним Искупление А Искупление Означает Выкуп Чего-то Либо Кого-то Послушайте Мне Сегодня Внимательно Я верю Что Это Поможет Нам Духовному Поняни Возрастанию Того Что Мы Будем Делать В конце Служения И К чему Мы Завтра Будем Сфокусированы Как Я уже Говорил Гаала На Еврите Это Слово Означает Искупление Но Это Слово Относится Не К тому Что Искупляют А К тому Кто Искупляет Понимаете Разница Не Того Что Искупляет А Тот Кто Искупляет И это Слово Очень Важное Для того Чтобы Понять О чем Я говорю История Ваоза И Руфи Кто Помнит Эту Историю Где Ваоз Понимая Свою Ответственность Даже Перед Руфиной Свекровью Понимает Восстановление Правильного Закона Божьего И Семени Своего Родственника Он Делает То Что Это Слово Используется Гаала Выкупляет То есть Он Не только Ваоз Выкупает Право На землю Можно было Выкупить Право На землю Но он Также И берет Руфь Замуж Таким Самым Образом Избавляя Ее От Одиночества Или же От Как бы От того Ну Без Безнадеги От Как бы Неизвестного Будущего Понимаете Что я говорю Он Выкупает То есть Он делает Гаалу Он Он То Выкупает И Он То Кто Избавляет А Руфь Если вы Помните Она Становится Прабабушкой Давида А Давид Какой-то Далекий Дедушка Ишуа Мне Очень Стало Интересно Значение Этого Слова В Новом Завете Потому что Новый Завет Чаще Он Больше Всего Написан На Греческом Языке Новый Завет Это Греческая Описание Всех Евангелий И мы Там Встречаем Очень Много Слов Которые Связаны Словом Искупитель Особенно Новый Завет Говорит Об Искуплении Греческое Слово Которое Там Используется И Удивительно Если Вы Верите Одно Или Два То Здесь Используется Аж Четыре Слово С Понятию Слова Искупитель Я не буду Все четыре Я возьму Три слова Которые Важно Для нас Понять Что Произошло Вообще И почему Дух Святой Именно Дает Именно Это Определение Этого Слова Искупитель Первое Слово Это Агоразум Означает Не просто Рынок Продовольственный Или там же Вещевой А именно Это слово Означает Рынок Раба Агоразум Это слово Возможно Стретить В Откровении Иоанна Иоанн Который Принимает От Бога Откровение Он пишет нам Книгу Которая помогает Нам вообще Понять Конец Времен В Откровении Пятая Глава Двятый Сти Говорит И поют Они Новую Песнь Говорят Достоин Ты взять Книгу Снять С нее Печати Чтобы Ты Был Ибо Ты Был Заклан И Кровью Своей Вот это Слово Искупил Агоразум Нас Богу Из Сякого Колена Языка Народа И племени Не просто Избавил А именно Ты Нас Забрал От рынка Рабов То есть Выкупил Из Рабства Коринфяна Повторяется Эта тема Мысли Первого Коринфяна Шестая Глава Двадцатый Стих Ибо Вы Куплены Дорогою Ценою Мы В Песахе Мы Должны Понимать Что Какая Картину Бог Оставлял Для Израиля В преддверии Приходящего Мессию Вы Выкуплены Дорогоценную Ценою Посему Прославляйте Бога В телах Ваших И в душах Ваших Которые Суть Божьи Которые Уже Божьи Хотим Мы Понять Это Не Хотим Мы Он Стал Спасителем Всего Мира Маших Для Израиля Обещанным И Спасителем Всего Мира Можно Сказать Следующие Такие Слова Ты И Я То есть Мы С вами Мы Пришли На этот Или Нас Привели На этот Рынок Рабов И Писание Говорит Что Он Оставил Славу Неба Пришел И Стал Кем Как Человек То есть Он Пришел К Рабам На Рынок Рабов Возможно Сложно Понять О чем Я говорю Давайте Переместимся На этот Именно Вот Момент Сегодня Понятие Рабства Очень Сложно Для нас Но Оно Существует Мы Не Один Раз И Джон И Скот Встречались С людьми Служением Называется А21 Кто-то Слышал О нем Нет Если вы В интернете Забейте его Немножко Это Служение А21 Это Те Кто Работают Или же Служат Выявляя Именно Называется Человеческий Трафик Да Как Рабство Человеческое Рабство Когда Выявляют Тех Кто Трафик Занимается Именно Перевозками Продажей Людей Страшное Дело Рабство В современном Мере Это Торговля Людьми Которая Должна Была Быть Оставлена В истории Как порог Цивилизации Мы Об этом Говорили Мы думали Что мы Все Мы Избавлен Но Увы В наше Время Друзья В наше Время Люди Используют Те же Методы И Продают Других Людей Личности Божьих Божье Творение Другим В рабство И это Существует Сегодня мы Ждем Тысячи Тысячи Наших Детей Которые Были Взяты И кто Знает Где Они Сегодня Находятся Кому Они Были Проданы Где Переписаны Их Имена И все Остальное Это Тоже Происходит Знаете Сколько Стоит На черном Рынке Душа Или Стоит Человек Личность 90 Долларов Цена Меня На черном Рынке Рабов 90 Долларов Это Такая Приблизительная Цена Давайте Вернемся В библейские Времена Вернемся На рынок Рабов Который Тогда Это Считалось Нормой Почему Иоанн Использует Слово Гарадзо И Дух Святой Как раз Говорит Это Слово Гарадзо Смотрите В то Время На рынок Рабов Приходил Покупатель И При Выборе Нужным Рабам Он Проводил Испытание Как сегодня Испытывают Любую Автомобиль Говорят ему Да Ты приходишь В автосалон Говорят Прокатитесь Попробуйте Это Самое Лучшее Или То Другое Вам Даже Когда Вы приходите Покупать Одежду Пойдите У нас Примерочная Оденьте Примерьте Его Что Это Так же Само На любом Рынке Особенно Рабов Гарадзо Покупатель Приходил И он Имел Право Испытать Товар Который Ему Нужен Покупатель Мог Плюнуть Товару В лицо Даже Не Назвался Человек А Товар Плюнуть Ему В лицо Посмотреть На его Реакцию Ему Или Ей Разница Женщина Мужчина Все Были Там Обозвать Его Всякими Словами Открыть Ему Рот Как Коню Посмотреть На сколько У него Зубов Еще Есть Какие У него Зубы Он Мог Его Ударить Плетью Или Палкой Чтобы Посмотреть На его Выносливость Терпение Того Кого Он Выбирает Посмотреть На его Реакцию Посмотреть На То Что Он Делает И При Всем Этом Другие Друзья Эти Люди На этом Базаре Были Полностью Как Матерь Дела Они Они Должны Были Стоять И Их Рассматривали Как Товар Так Зачем Духу Святому Нужно Было Использовать Это Слово Горадзо Рынок Рабов Лично Моё Понимание Это Я Лично Прихожу К Тому Что Для Того Чтобы Мессия Стал Участником Этого Рынка Что Мессия Пришел В этот Рынок Чтобы Нас Выкупить Он Пришел В этот Рынок И Стал Рабом На Рынке Рабов Он Был Оплеван И Пачи Унижен И Пачи Всех Человеков На Него Плевали Его Били По щекам То Есть Одну За щечину За другой Обнажен Распят Для Того Чтобы Искупить Каждого Из Нас Второе Слово Которое Используется В Новом Завете Это Экзорадзо То есть Экзорадзо Это приставка Экз То есть Означает Это От Или Из Другими Словами С Рынка Раба Рабов Галатам 3.13 Говорит Машиих Искупил Нас От Клятвы Закона Сделавши За нас Клятвую Ибо Написано Проклят Всякий Висящий На Древе Оставил Славу Неба Пришел На Рынок Рабов Стал Рабов И Был Проклят Висящий На Древе Машиих Не только Сделался Рабом Раб Именно На Рынке Гарадзо За нас Но Избавил Нас От Этого Рынка Вот это Слово Эс Гарадзо Избавил Нас От Рынка Вы Скажите Непонятно Ребе Что вы Говорите Кто пришел На Рынок Кто Избавил Нас От Рынка Чего Смотрите Объясню Немножко По-другому Римлянам 6.20 Ибо Когда Вы Были Рабами Греха Тогда Были Свободы От Праведности Другими Словами Мы Были Под Рабством Греха Каким Образом Знаете У Рабства Или Жимос Греха Есть Облик Но Он Разный Подход Сатан Имеющий Право Господствовать Землю Если Вы Помните Что Он Является Князем Мира Сего От Адама До Сегодняшнего Дня У Него Есть То Право Где Знаете Вот Мы Понимаем Что Искушения Приходят Он Не Виноват В том Что Мы Делаем Чаще Всего Мы Хотим На него Скинуть Все Наши Грехи На Него Но Он Не Является Искушением Другими Словами Он Приводит Нас На Рынок Греха То На Рынок Рабства И Грех Покупает Нас С С Раннего Детства Ложь Какие-то Знаете Грешки Такие Ненависть Боль Обзывания Кражи И все остальное Кто-то Вырос Секс Какие-то Порнографии Или наркотики Что-то еще Мы попадаем В эти Русла Как будто Подождите Мы хотим На дьявола Все скинуть Но Он Приводит Нас На этот Рынок И Грех Покупает Нас Покупает Каждый Из присутствий Был продан Рабству Греха В той Или иной Форме Там Правил Нашей жизнью Именно Грех Это Было Без Мессии Без Христа Иоанна 8 глава 32 34 4 стих И Украинской Мовой Вы Пизнали Истину И Вона Принесе Вам Звильнение И Шуа Говорит Иудеям Познайте Истину И Она Сделает Вас Свободны И Сказали Ему Иудей Мы Авраами Мы Нащадки Мы Николи Не Були Ничими Рабами То Что Ты Маешь У Ваз Колы Говоришь Что Мы Будем Вильны И Шуа Витповедает Истину Кажу Вам Кожа Кто Грешит Раб Греха Он Говорит Вам Истину Каждый Вы Говорите Что Вы Дети Авраама Мы Никому Не Были Раб Что Вы Как будто Забыли Что Они Были Рабами В Египте Он Говорит Подождите Я Владеет Нами На Рынке Мы Были Проданы Враства Похоти С нашего Детства Растления Мы И Все В один Момент Нашей Земной Жизни Мы Были Фактически Рабами Греху Но Ишуа Выкупил Нас Из Рынка Торговца Рабами Для Того Чтобы Не Возвращались Мы Туда Помните Как Бог Говорит Я Не Хочу Чтобы Вы Возвращались Обратно В Египет Вот Слово Обратно На Рынок Рабов Есть Экс Горадзо Он Пришел На Рынок Рабов Стал Рабом Чтобы Мы Не Возвращались На Рынок Рабов Обратно Понятно Или Нет Что Я Так Сильно Запутал Вас Бесах И Новый Завет Пересекаются Очень Сильно Бог Говорит Не Хочу Чтобы Мой Народ Возвращался Обратно В Египет Я Его Оттуда Избавил Не Для Того Чтобы Он Один Из Примеров Очень Интересный Осия Третья Глава С 1 По 3 Стих И Сказал То есть Бог Не Покс Говорит Ну Знаешь У меня Есть Идея Бог Там Слово Он Приказал Иосии То есть Мне И Приказал Господь Мне Иди И еще И полюби Женщину Там Вот этот Момент Очень Много Как бы Таких Деталей Споров Но Все Соглашаться С тем Что Иосия Бог Говорит Иосии Пойти И найти Свою Жену Бывшую Жену Которая Стала Проституткой Извините Блудницей И Верни Ее Обратно То есть Женись На ней И там Есть Своя Момент Дети У них Рождаются И Бог Называет Но Здесь Очень Интересно Он Говорит И полюби Женщину Свою Жену Обратно То есть Любимую Мужем Но Прелюбодействующей Подобно Тому Как Любит Господь Сынов Израилев А они Обращаются Другим Богам И любят Виноградные Лепешки Их Второй Осия Отвечает И Приобрел Я ее Себе За Пятнадцать Серебриков За хамер И очменя И полхамера И очменя Вы скажете И что? Здесь Очень Интересная Тема Когда Мы Общаемся С людьми Которые Против Сексуального Рабства Работают Которые Выявляют Сутенеров Эти Подставки Все остальное Когда Говорили С ними Они Нам Объяснили Что Жизнь Проститутки То есть Как Вам Сказать Ее Ценность На рынке Проституции Три Два Года Или Два Три Года Это То Когда Делают На них Огромнейшие Деньги Потом Цена Ее Начинает Падать Сегодня Цена Товара Для Сутенера Одной Девушки Стоит 1500 2000 Долларов Поверьте Эти Деньги Он Отбивает В течение Первых Две Недели Все Остальное Два Два Года Три Года Это Его Заработок После Чего Цена Этого Товара Они Для Них Товар Женщины Мальчики Всякие Извращенцы Ничего Не Стоит Представьте Себе Я люблю Представлять Себе Такие Части Бог Обращается К Оси Говорит Пойди Найди Свою Жену Любимую Выкупи Ее Обратно Женись На ней Сколько Она Была На Том Рынке Проституции Неизвестно Я думаю Что Десять Два Года Сегодняшнего Тоже Два Три Года И Все И Товар Никакой Я Представляю Что Иосия Приходит На Этот Рынок Рабов Сексуальных Горазо И Видит Женщину Которую Любил Которая Изменила Ему Или Ушла Неизвестно И Начинает Ее Продавать Ее Сутенер И Говорит Самую Большую Цену Никто Не Дает Поменьше Не Дает Она Ничего Не Стоит Абсолютно Ноль Потому Что Она Как Люди Говорят Пожваканная Пошмаканная Там И так Далее Ни Вида Ни Величия Ни Товарного Вида Извините Я Так Говорю И Труд Поднимается Рука Я Дам Цену И Когда Раступилась Толпа Его Жена Видит Того Кто Заплатил За нее Кто Дал Цену Что Она Стоит Чего То Вот Так Картина Искупления Для Каждого Из Нас Мы Проданы Греху Грех Владычества В нами Использовал Каждого Из Нас Мы Мы Ничего Не Стоили Взвести Свою Жизнь Которую Были До Верования Некоторая Жизнь Которая Просто Можно Сказать Слава Богу Что Я Живой Кто То Сказал У Меня Есть Цена Цена Раба 15 Серебренников Осия Платит Сутенеру Эту Цену Третье Слово Которое Говорится О Искуплении Называется Лутерис Означает Полная Цена Раба Полная Цена Послание К евреям 9 глава 12 стих И не с кровью Козлов Тельцов Нос Со Своей Кровью Однажды Вошел Он Святилище И Приобрел Вечное Искупление Это слово Вечное Искупление Полная Цена Раба Полная Цена Раба Максимальная Почему Это слово Так Используется Если Продавец Товара Понимает Что Вещь Имеющая Хорошую Ценность И видит Что Начинается Торги Люди Начинают Поднимать Цену Он Задирает Цену Выше Слышите Нет Если Этот Товар Имеет Цену Он Начинает Подниматься В Ценности Выше Кто Даст Самое Больше Это слово Как раз Используется Полная Цена Раба Я Я вам Приведу Один Пример Это В нашей Жизни Статья Она Происходила Нам Нужна Была Работа В доме Как бы Положить Плитку Мы Приехали На Базар Вот этот У нас На Староконный Мы Нашли Плитку Которую Мы хотим И Потом Начинается Знаете Вот Ну Типа Завести Нужно А Куда Вести И Таня Говорит А какая Разница Ну Как бы Так Мы Недалеко Они Там Какую-то Цену Дали Они Сказали Вот Цена Цена До Возки А Таня Говорит Куда Нужно Вести Они Так Говорит Ладно Они Привезли Плитку Домой Когда Разгрузили Сказали Другую Цену Они Говорят Вы Подождите Мы Договаривались От Другой Цены Говорят А вы Что Не Знаете Где Вы Живете Так же Самые Работники На Молдаванке Это Цена Одна Давайте Четвертая Пятая Фонтана Шестнадцатая Фонтана Совсем Другие Цены Стоит Назвать Где Ты Живешь Цена Поднимается Ладно Фактически Цена Поднимается Продавцом По Причине Заинтересованности И Откуда Человек Родом Адам Продался Греху И стал Рабом Падшего Ангела Но Всемогущий Хотел Выкупить Своё Творение От того Кто Поработил Людей Знаете Я бы хотел Увидеть Эту сделку Которая Происходила Бы Представить Себе Я люблю Немножко Фантазировать Ну Фантазёр Я хочу Представить Себе Как бы Это было Если Маши Пришёл Был бы Рынок Рабов И Смотрел Был бы И так Сказал О Олег Прокопенко Я люблю С ним Показывать Его Потому что Мы друзья Давно И Он не Обижается На меня Назовут Что-то Другое Ими Будут Обижаться Он стоял Там Как Он Есть И Шо Подошёл Говорит Хм Жизнь Потрепала Но Он мне Нужен У меня Конкретно Есть Для него Дело И Призвание Проходит Дальше Видит Таню Гулько Кто-то Знает Её Жизнь А Она Мне Вообще И в Израиле Нужна И Этот Нужен И Макс Нужен Йоси Ты Тоже Нужен И Вдруг Продавец Видит Что Этот Покупатель Заинтересован И Он Поднимает Цену Он Говорит Мне Они Нужны И Этот И Этот И Для Него У Меня Есть Что Делать И Для Этого Есть Делать Сколько Они Самая Высокая Цена Мы Все Стояли На той Улице Смертных Фонарей Обнажённые Со своими Проблемами Своими Ситуациями Но Он Пришёл Для Того Чтобы Сказать Что Ты И Ты И Ты Нужны Ему Но Выкуп Был Очень Дорог Всевышний Сказал Какая Цена Вот Тех Всех Которые Сегодня Рабы Цена Твоего Сына Помните Аварама Принеси В жертву Я знаю Ты Что Ты Верный И Тут Та же Самая История Цена Твоего Сына Подумайте Об этом В фильме Бенгур Если Кто Смотрел Фильм Смотрели Камаградеш Кто Смотрел Пересматривал Этот Фильм Там Очень Есть Очень Интересная Сцена Бенгур Был Один Из Самых Влиятельных Из Семьи Самых Влиятельных Евреев Потом Ситуация Прошла Его Сослали На Галеры Во Время Там Ков Сражения Корабль Тонет И он Спасает Главнокомандующего Главнокомандующий Имел Право Просто За то Что Его Спасли Как Его Гладиаторов Дать Ему Свободу От Рабства Ты Свободен Но Главнокомандующий Сказал Ты Не Просто Свободен Ты Теперь Мой Сын И Меняет Его Имя И Фамилию Дает Ему Власть История Вы Знаете Чем Она Заканчивается Здесь Очень Важная Тема Мы Не Только Спасаемся Но Мы Приобретаем Засем Другой Статус Галатам 4.7 Посему Ты Уже Не Раб Ты Уже Не Раб Ты Не Находишься На Рынке Рабов И Не Возвращаешься На Рынок Рабов Ты Сын А Если Сын То И Наследник Божий Через Ишуа Мессию Только Через Обещанного Агнца Через Песох И во Пасха Наша Кто? Машиах Только Через Него Ты Становишься Сыном Возможно Не до Конца Сегодня Понятно Мое Послание Но Хочу Объяснить Бог Всемогущий Полюбил Весь Мир Посылает Ишуа Который Оставил Славу Неба Пришел На Рынок Рабов Для Того Чтобы Выкупить Своё Творение Становится Рабом Заплатил Полную Цену Искупления Кровью За кровь И этим Выкупом Предоставил Нам Первоначальное Наше С вами Положение Которое Всегда Было И называется Сыновство И это Называется Избавлением Сегодня Я хотел бы Чтобы мы Понимали Что О чем Пишет Давид И Избавил Он Меня От Могилы Да Избавляет От Могилы Жизнь Твою Венчая Тебя Милостью И Щедротами Очень правильно Чтобы мы Сегодня Празднуем Песох И это Пасхальная Неделя Напоминающая Нам о том Что мы Были Рабами И Бог Сильной Рукой Своей Избавил Нас Не только Тогда В Египте Через Помазание Кровью Агнца Косяков Дверей Дома Но и С кровью Сына Своего Он Пропитал Крест На котором Тот Висел Для того Чтобы простить Всех Нас Приобрести Нас Дать Нам Сыновство В Новом Завете Тоже Есть Напоминание Как и В Ветхом Завете В Танахе В Танахе Бог говорит Каждый Год Чтобы Мы Праздновали Песох Ишуа Говорит В Евангелии Луки 22 глава 19 20 стих Затем Взял хлеб Поблагодарил То есть Сделал Брху Он Разломил Его И дал Им Со словами Это Мое Тело За Вас Отдаваемое Делайте Это Мое Воспоминание Обо Мне Песох Всегда Напоминание О нем Это Не Просто Один Из Религиозных Праздников Который Молодежь Хочет Каким-то Образом Сделать Традицию Традиция Ненужная В современном Время Либо Хлебопреломление Неважную Часть В Вере Верующих Людей Символы Что Нам С Этим Делать Ишуа Говорит То Что Говорит Бог Своему Израилю Раздав Им Хлеб Это Делайте В Мое Воспоминание Также И Чашу Сказал Завет Новый Завет Скрепляемый Моей Кровью Которая За вас Проливается Скрепляемый Моей Субтитры создавал DimaTorzok